Ну что, пробуем. Саша, ты с нами? Привет, привет. Привет, Саш. Саш, мы передаем тебе бразды правления. Пожалуйста, рассказывай, показывай. Все в твоих руках. Окей, поехали. Значит, про что мы сегодня будем говорить? Мы сегодня будем говорить про большие проекты, архитектуры и, конечно же, про фреймворки. И для начала я расскажу немножко, кто я такой и почему я об этом, собственно, вещаю. Я долго достаточно занимаюсь open-source, то есть прямо очень-очень долго. Параллельно я работал над достаточно большим количеством коммерческих проектов и в том числе делал и архитектуры и занимался всякими разными высокоуровневыми вещами, ну и, конечно же, работал в качестве разработчика. То есть это такие проекты, как Skyeng, как Rike, как Stay, но Stay, конечно, менее известен. Он больше был известен в Скандинавии. Вот, я участвую в PHP FIG. Это группа, которая разработывает стандарты. Автор нескольких них, блокером Creative, ну и еще делаю конференцию PHP Russia, которая очень надеюсь, что состоится в оффлайне у нас очень скоро. И о чем же мы сегодня поговорим? Об архитектуре. И, к сожалению, здесь проблема в том, что четкого определения нет. И каждый, даже самый наикрутейший специалист определяет архитектуру немножко по-своему. Но если все-таки чуть покопаться, то архитектура – это ряд решений о том, как вообще взаимодействуют отдельные части системы. Ну и я считаю, что в понятии архитектуры можно включать в том числе и людей. И в основном это некие глобальные решения, которые тяжело потом изменить. Это не всякие там локальные решения, маленькие в коде, там, сделать там цикл или сделать там итератор или еще что-нибудь такое. Это именно глобальные решения, глобальные контракты. Собственно, во что это выливается? То есть на какие элементы разбить наш код, как эти элементы взаимодействуют, ну и, конечно же, кто за что отвечает. Вообще архитектура – это всегда про соглашения, про интерфейсы, про контракты, про абстракции. И это никогда практически не про код и не про конкретную реализацию. То есть архитектор вообще, он… Ну, про код, конечно, думает, потому что любые абстракции текут, но думает, конечно же, чуть поменьше, чем разработчики, которые непосредственно с этим кодом работают. Вот. Что касается у нас вот этих вот контрактов, опять же, можно задать вопрос, что такое интерфейс. И здесь как бы, да, опять же, есть несколько китов как бы программирования, и как бы про наследование знают все, но что такое инкапсуляция, полиморфизм, какой их смысл. На самом деле, понимать начинаешь чуть позже, когда понимаешь, зачем все-таки нужны интерфейсы. И что хочется сказать, как автор фреймворка, то, что фреймворк, он не архитектура, и он не построит архитектуру за нас. Конечно же, нет. Я автор фреймворка ИИ, и очень на самом деле многие думают, что фреймворк дает нам готовую архитектуру, что шаблоны приложений – это архитектура готовая, что все компоненты, модели, какие-то view, формы и так далее, их просто надо раскладывать в директории, который дал фреймворк, и все у нас как бы архитектура есть. Но на самом деле это не так. Фреймворк ничего не знает об элементах вашего конкретного приложения, о его домене, и, конечно же, он не может определить интерфейсы, границы систем, границы частей, и как вот эти вот части взаимодействуют. Но фреймворк, тем не менее, он дает начальный шаблон, как я уже говорил, то есть это в том же ИИ-2, это шаблон Basic и Advanced, в будущем ИИ-3 это шаблон приложения для Web, шаблон приложения для API и так далее. Вот в случае второго, да, это чистенькие достаточно MVC, и да, вот эти вот шаблоны Basic и Advanced, это, конечно же, не догма, и, естественно, не шаблон полноценной архитектуры, то есть все эти штуки, их можно впоследствии, естественно, менять. Если какой-то фреймворк дает вам шаблон приложения, это становится вашим приложением, и это только ваше решение, что потом с ним делать. Кстати, да, про MVC. MVC перекочевал к нам из систем с интерфейсом, из систем обычно каких-то GUI-систем, когда еще веб не был мейнстримом, вот, и MVC несколько другое значение было, и когда паттерн MVC перетаскивали в веб, то часть смысла потеряли, часть смысла приобрела новый, и многие начинают понимать его немножко не так. Если немножко вспомнить, то он состоит из трех частей. Первая часть – это контроллер, то есть он принимает какие-то данные, из-за веба – это getPost, может это быть консольный контроллер, тогда это там консольный, вот, и так далее. Ну, и, конечно же, отдает данные в нужном виде, конвертирует, отдает в слои model и view. Он не реализует логику, не занимается форматированием, ничем таким. То есть задача контроллера – ну, просто как бы принять данные, в случае там PSR – это request, и получить от нашего слоя модели, ну, обычно он делается в виде сервисов или компонентов, и, соответственно, ответ отдать уже в штуковину, которая отдаст его потом в браузер. Есть такая тенденция, что контроллеры начинают затаскивать какую-то логику, бизнес-логику, ну, или просто инфраструктурную логику, и делать так на самом деле не стоит. Это как раз вливается в достаточно такие хрупкие архитектуры, хрупкие проекты. Что касается view – это слой как раз представления. Он получает данные от контроллера, форматирует эти данные для ответа, и он никогда, в общем, не работает с внешними данными, с базой, там, с пользовательским вводом напрямую. То есть все это он получает от контроллера, который может использовать какие-то компоненты, сервисы для того, чтобы все это дело вытащить. Ну и да, в view, в общем-то, никакой бизнес-логики быть не должно, но там может быть, в принципе, логика, которая говорит именно про отображение, про то, как все это дело рендерится. В случае api, скорее всего, это будет сводиться к некому форматору, и там просто будет форматироваться JSON или XML, и, собственно, все. В случае более такого традиционного рендеринга HTML, здесь уже в ход вступают некие шаблоны, ну и, соответственно, туда просто подставляются обычно данные. Что касается model, здесь очень интересно, потому что в том же e-framework мы, в общем-то, сделали такую интересную ошибочку, что мы назвали один из классов наш model, ну и случился как бы конфликт именования с именами всегда в архитектуре и так далее. Надо быть очень осторожными, потому что последствия могут быть, ну, достаточно приличными. В e-frame мы model назвали некую модель данных, то есть то, что у нас, допустим, request model или там, ну, не знаю, form model, то есть то, что вот прилетает у нас от пользователя. И это немножко сконфликтовало с тем, что подmodel имеется в виду в паттерне MVC, ну и получилось не очень, потому что MVC стали понимать немножко искаженно. Тем более у нас есть ActiveRecord, который наследовался от этого model, ну и отсюда у нас получилось, что не очень стало пользователем e-framework понятно, что вообще есть модели, что на самом деле не один класс, а целый доменный слой, то есть вся наша логика приложения. Model у нас получает подготовленные контроллером данные, естественно, как-то там их обрабатывает внутри себя и возвращает результат. Опять же, доменный слой – это не один там класс какой-то, который просто что-то там сохраняет или там загружает или еще что-то. Это целая куча всяких разных сервисов, компонентов и так далее. Ну и доменный этот слой, он никогда не должен работать с внешними данными и пользовательским вводом напрямую. Все это дело – это задача контроллера подготовить и, соответственно, отдать в модельный слой. Ну и, конечно же, он не занимается, этот модельный слой, форматированием или отдачей ответа, потому что это задача, в общем-то, view слоя. Вот. Сейчас, чтобы путанице было немножечко, меньше, есть некий паттерн ADR. Он был придуман, в общем-то, для того, чтобы вот эту путаницу разрешить, чтобы не очень хорошие, в общем-то, названия в MVC, вот этих компонентов, были названы чуть получше. Это Action, Domain и Responder. То есть D – это бывшая наша M, модель стала доменом, и здесь уже как бы ни с чем не спутаешь. контроллер стал экшеном, и здесь, опять же, ни с чем не спутаешь. То есть это то, что у нас завязывается именно на первичную обработку нашего респонса с отдачей реквеста. Ну и R – Responder – это то, что заменило view, потому что view у нас частенько понималось как ну то, что именно занимается исключительно рендерингом HTML. И да, на самом деле это не так, потому что как раз у нас может быть, что здесь у нас не HTML, а какие-то API. Вот. И что у нас получается? Получается, что паттернопроектирования, то есть фреймворк у нас архитектуру не дает. И паттернопроектирование, но они тоже не дают архитектуру. И вот если про фреймворк еще как бы это достаточно очевидно, хотя, ну не очень. Многие думают, что фреймворк все-таки дает изначально прямо архитектуру. Про паттерн это менее очевидно, потому что они все такие клевые, они написаны в суперклассных там классических книгах и так далее. Но нет, паттерны – это у нас всего лишь проверенные варианты решения неких более-менее распространенных проблем. И у каждого паттерна есть своя область применимости, есть как плюсы, так и минусы. Их, конечно, надо все уметь применять, но здесь как бы кроется маленькая-маленькая проблемка. Даже правильно реализованные паттерны легко использовать неправильно. Особенно это получается, когда паттерны, ну первый раз читают книгу по паттернам и, соответственно, пытаются их носовать везде, где нужно, где не нужно, и применяют их не по месту. Получаются вот такие вот замечательные вещи, как здесь на скрине. Да, зачем вообще нам нужна архитектура? То есть, да, нам не дают архитектуру, но если не дают, ну, как бы некоторые проекты пишутся, значит, без архитектуры, и как бы норм. Но зачем она все-таки нужна? И здесь она нам нужна исключительно для борьбы со сложностью. И цель сделать понятным каждый уровень абстракции. Что здесь имеется в виду? Есть такая штука, как наш замечательный мозг. И мозг наш, к сожалению, очень даже несовершенен. В кратковременной памяти он оперирует 5 плюс-минус 2 объекта. Это, согласно исследованиям 2001 года, автор, насколько я помню, Кован. Вот. И, ну, бывают, конечно, индивиды, которые получше справляются и могут удерживать в памяти там до 20 объектов. Обычно именно 5 плюс-минус 2. Я, наверное, 5 и никаких плюс 2, потому что, ну, голова моя не сильно, не сильно умеет оперировать очень-очень сложными вещами. Поэтому что мы делаем? Мы берем вот эту вот абстракцию и начинаем ее делать проще. Вот все эти объекты мы группируем в некие группы и эти группы потом выстраиваем вертикально. Это, получается, у нас слои абстракции. Ну, и каждая группа друг с другом начинает взаимодействовать. Что это нам дает? То есть у нас получается вот именно то, что сложность впихнулась в голову. Это уже хорошо. Соответственно, можно менять что-то под реальный бизнес. И если у нас эти слои спроектированы правильно, то можно брать и выкидывать как бы один слой и подсовывать другой слой. Если контракт, через который они взаимодействовали, остался плюс-минус прежним, то проблем у нас с этим будет не сильно много. Если контракт дико поменялся, тогда, ну, извините, нам придется переделывать не один какой-то слой, как мы хотели, а гигантскую тучу, скорее всего, слоев, классов и так далее. Вот это очень нежелательная штука, которая часто приводит к некому переписыванию с нуля. Одна маленькая ошибка и ой. Сделать все с первого раза хорошо, это очень непросто. То есть обычно идеальные решения, идеальные биллинги, идеальные магазины и так далее делают тех, кто перед этим, ну, нафейлил. Нафейлил и дизайнил эти самые архитектуры и самое главное, работал на проекте достаточное количество времени, то есть где-то пару лет, и видел на практике, как технический долг этот самый проект пожирает изнутри. То есть если человек как бы делает архитектуры и тут же уходит, но это часто бывает в аутсорс-компаниях и так далее, то есть проект прилетел, архитектуру сделали, запилили, начально все работает, поддерживать не нам, ну, отлично, поехали. Вот. И в этом случае частенько даже вроде классные архитекторы, которые прочитали кучу книг и так далее, они делают ошибки, и эти ошибки, к сожалению, не видят, и потом не учатся на этих самых ошибках. Хорошая архитектура, да, эта штука не дешевая, то есть не фигачить архитектуру, а просто сделать там какой-то прототип, лишь бы работало, это гораздо быстрее, но дело в том, что когда уже дело касается поддержки проекта, развития проекта и так далее, плохая архитектура очень, в общем-то, дорогая, чрезвычайно дорогая штука. И, да, если вы думаете, что хорошая архитектура как бы дорогая, попробуйте пожить с плохой архитектурой, но я пробовал, и это не очень хорошее, в общем-то, дело. Паттерны – это, конечно, все хорошо, их нужно знать, их нужно правильно применять, но есть некие принципы, которые, в общем-то, еще лучше, чем паттерны, и они чуть более приятно у нас заходят, именно вот что касается архитектуры. Есть некая аббревиатура Solid, да, она модная, популяризировал ее очень интересный человек Martin, вот, и состоит она из вот таких вот штук. Я думаю, что многие, на самом деле, знают, что такое Solid, но мы немножко еще раз пройдемся. Во-первых, лишним не будет, во-вторых, есть некие ошибочки типичные, которые допускают. Вот первый принцип, он называется принцип единой ответственности, или по-английски single responsibility, и многие думают, что он гласит, что класс должен делать что-то одно, и это прям такая гигантская ошибка, которая ведет к очень интересным последствиям, а именно к взрывному количеству, росту количества сущностей, и опять же, мы пытались сделать как лучше, а получилось то, что наш слой загаживается, в общем, гигантским количеством объектов, и наша голова опять по горизонтали начинает не понимать, что же там происходит. И да, можно этот принцип все-таки пойти и прочитать, как он реально у нас есть, и он гласит, что у класса должна быть одна причина для изменения, но это как-то интересно, конечно, уже звучит, что это значит, можно уже подогадываться, но значит, на самом деле, это интересная вещь, что модуль должен служить одному типу потребителей, то есть вот то определение с классом, это то, что у нас в книге есть, потом автор этих самых принципов, он уточнял постами в блоге, что, в общем-то, там не имелся в виду именно класс, там имелся в виду модуль, то есть группа неких классов, и что значит, что должен служить одному типу потребителей, то, что кейсы, в которых это дело используется, должны быть едиными, то есть здесь, опять же, это немножечко конфликтует с принципом do not repeat yourself, потому что у нас получается часто, что есть очень-очень похожий код, который используется в двух немножко разных местах, ну, как пример, есть главная страница, на ней есть счетчик, сколько сейчас там пользователей, допустим, онлайн, и есть у нас админка, где тоже есть очень похожий счетчик, который тоже говорит, сколько сейчас пользователей онлайн, но здесь есть большая разница, потому что на главной странице, но нам, это немножко другой из кейс, нам не так важно, сколько реально пользователей онлайн, поэтому мы там можем схитрить, закэшировать что-то и так далее, а в админке это важно, и, соответственно, в какой-то момент у нас, пока производительность нас не догнала, у нас, в общем-то, ну, все относительно нормально, мы можем это дело переиспользовать, но как только у нас с производительностью начинаются проблемы, вот эти два места, они начинают разъезжаться, то есть казалось, что это один и тот же кейс, в реальности это два разных кейса, и когда у нас вот база разъезжается, очень важно, чтобы это были два разных интерфейса, два разных контракта, тогда все будет у нас нормально, при изменении одного, второе не поломается, иначе будет плохо, вот об этом, собственно, и принцип single responsibility, что под каждый use case должен быть как бы свой контракт, ну и плюс еще там есть обратная сторона, что, опять же, если контракт делает слишком много, и потребитель не потребляет часть этого контракта, значит, скорее всего, это должно быть два контракта. Поехали дальше на тему принципов. Есть open clause, здесь определения изначально достаточно запутанные, говорит оно про то, что класс или модуль, что несколько связанных классов, они должны скрывать, в общем-то, детали реализации, то есть то, как все это дело работает внутри, но иметь четко определенный интерфейс, который позволит использовать, как использовать public методы, так и расширять наследование через public и protected. Ну, а про наследование, опять же, здесь такая оговорочка, что наследование не очень хорошая штука, поэтому здесь, опять же, про контракты больше речь, наследовать контракты, это еще как бы окей. Вот, про Alisk of Substitution, это тоже интересный принцип, он про иерархии, то есть классическое определение достаточно запутанное, можно попробовать попроще, то есть когда мы реализуем новый класс, наследуясь от существующего, новый должен быть с тем же интерфейсом и точно с тем же поведением, как у существующего в тех же самых ситуациях. Ну, в общем, да, программа должна работать, если подсунуть ей как родителя, так и наследника. Это как бы ок. Про сегрегацию интерфейсов, это, опять же, интерфейс не должен определять больше функциональности, чем используется за один раз. Это как сингл-респонсибилити, только, опять же, относится только к контрактам. Ну, вообще, принцип единой ответственности, он такой более-менее универсальный, его можно применять и к микросервисам, и к чему угодно. То есть, если, допустим, микросервис делает слишком много всего, но, скорее всего, это очень неспецифичный микросервис, можно его даже, наверное, назвать макросервисом. То есть, это такой себе маленький монолитик. Ну, опять же, решение взять и побить на несколько интерфейсов. Это окей. Или на несколько микросервисов, или на несколько модулей. Принцип инверсии зависимости говорит нам, что класс должен объявлять зависимости через интерфейсы. Ну, то есть, он должен просить именно те зависимости, которые он будет использовать. Обычно это делается через конструктор, просто они там объявляются. Вот. Но он не должен никогда получать их самостоятельно. То есть, очень плохая штука, когда передают в конструктор, допустим, instance dependency injection контейнер, и потом из него что-то выдергают. Или еще хуже, если dependency injection контейнер доступен глобально, и из него, опять же, что-то выдергивает. И да, это такая штука есть в и фреймворке версии 1 и версии 2. Ну, мы сделали, в общем-то, так, потому что в тот момент PHP, но не очень быстро и хорошо работал с рефлексией. Сейчас это, в общем-то, проблема решена на уровне движка, и в третьей версии мы полностью отказываемся вот таких штук, и так все работает достаточно быстро, даже быстрее, чем в второй версии фреймворка. Да, где-то все это уже было, и на самом деле это было за десятилетия до. Это хорошие и плохие зависимости. Это два слова, cohesion и coupling. И на русский это переводится просто ужаснейшим образом. это связанность и связанность. Кто так перевел, тому ой, есть альтернативный перевод с зацеплением, но он тоже какой-то не очень. Лучше всего использовать, наверное, англоязычные термины. И что касается cohesion, то есть это у нас связанность, это, в общем-то, хорошая штука, это степень единства элементов некого модуля. То есть мы группируем что-то там в один namespace, оборачиваем одним интерфейсом, и если оно делает как бы одно, если оно все делает в ту же тему, что и весь остальной модуль, то это, в общем-то, у нас хорошо и замечательно. Если мы там, опять же, будем наворачивать слишком много интерфейсов, станет у нас не очень хорошо. Ну и да, получается, что внутри модуля мы можем как бы вызывать все это дело напрямую. То есть модуль внутри себя общается как можно меньшим количеством абстракций, если, конечно, этот модуль в этих местах не нужно расширять. Вот. И есть каплин, это плохие наши зависимости, это степень взаимозависимости модулей, классов, пакетов и так далее, и так далее. это как раз те самые зависимости, когда у нас все не разграничено контрактом по нашему юзкейсу, и когда, ну, мы все это знаем, когда одно меняешь, а другое начинает как бы немножечко разваливаться, то есть мы меняем совершенно вроде как не связанные вещи, а отваливаться опять же начинает где-то в другой части системы, потому что кто-то этот класс и так далее использовал в обход наших контрактов, ну, или контрактов просто нет, такое тоже бывает. Еще раз, Cohesion хорошо, Coupling плохо. Вот, а служащие одной цели класса мы собираем опять же в модуле, это не модули какого-то фреймворка, ну, можно использовать модули фреймворка вот в том же и как раз частенько заворачивали именно в фреймворковый модуль служащие одной цели класса, это было, в общем-то, ок. Это не какие-то конкретные классы, это именно логические рамки, вот эти вот модули в классическом определении. Внутри модуля опять же используем классы напрямую, смысла абстрагироваться особого нет, то есть это не какая-то внешка, здесь что-то подменять мы, ну, вряд ли будем. Если точно будем, тогда вводите, но чаще всего нет. И используем модулем классы, которые с ним не связаны, опять же, должны быть использоваться только через интерфейсы, иначе, ну, здесь у нас получается каплин, и это плохо, плохая зависимость, все начинает у нас ломаться. Ну, и, конечно же, модулю наплевать на то, как он получит свои зависимости, то есть это мы можем прокинуть руками, мы можем использовать хитрые там возможности dependency injection контейнеров, которые инъектят это по сигнатурам и так далее. Довольно много мест вообще в E-фреймворке, по крайней мере, в версии 1 и 2 сделала не по солид, на то в то время были всякие разные причины, это начиная от особенностей PHP того времени, ну, и заканчивая тем, что мы как бы делали трейд-офф между производительностью, между легкостью восприятия, все это дело привело это к интересным, конечно, последствиям, то есть часть проектов, где люди понимали, что делали, они выходили классными, и в общем-то там все вот эти вот штуки, типа там суперпроизводительности, типа того, что можно сделать проще, они были очень кстати, но те, кто не понимал, в общем, что он делает в плане архитектуры, те очень сильно становились на грабли. Вот, чтобы, да, здесь следует вывод, то, что чтобы нарушать вот эти вот все правила, солид, чтобы не делать какие-то там паттерны проектирования, чтобы делать заведомо не по канону какие-то там архитектуры и так далее, необходимо их знать и уметь, соответственно, соблюдать. Только тогда мы сможем нарушать их, в общем-то, как нужно, нормальным, в общем-то, способом. В своих проектах, конечно же, стоит пытаться делать правильно, и здесь хочется еще раз рассказать про компромиссы. Опять же, в том же и фреймворке, да и вообще, есть паттерн Active Record, он считается, ну, у кого-то паттерном, у кого-то анти-паттерном, он делает одновременно вроде как слишком много, то есть Active Record и хранит данные, и отвечает за то, чтобы их выбирать, и за то, чтобы их заполнять, и за то, чтобы их писать, и за то, чтобы их читать, то есть все и сразу. Вот, он подтягивает к себе и бизнес-логику, но бизнес-логику на самом деле он сам по себе не тянет, но бывает. Инфраструктурную логику, да, ну, и он позволяет достичь цели очень быстро, то есть у него есть минусы, что он как бы вроде как не очень правильно спроектирован и так далее, но он позволяет достичь цели просто очень-очень быстро, то есть мы правим, допустим, в каком-то менеджере баз данных базу, или там миграции делаем, и у нас все это дело отражается в коде, просто вот моментально мы можем штамповать админки, мы можем делать прототипы и так далее, вот, он удобен, да, но есть маленькая засада, что когда мы переходим к очень сложному там домену, к более сложным архитектурным паттернам и так далее, частенько ActiveRecord нам начинает вставлять палки в колеса, особенно если его не очень правильно использовать и втащить туда бизнес-логики. Вот, да, и здесь же из тех же компромиссов, это обратная как бы сторона, когда мы на компромиссы не идем и начинаем все дело абстрагировать и переабстрагируем. Переабстрагирование, оно еще иногда называется паттернизмом, это как вот примерно болезнь, это чрезмерное влечение абстракцией, приводит оно к тому, что опять же, каждый отдельный уровень вроде простой, помещается в голову, а уровней вот этих вот слоев у нас получается слишком много, то есть опять же больше пяти или там ну сколько у кого в голову влезает, иногда бывает, что слоев настолько много, что разобраться в них очень тяжело. Да, и здесь вторая как бы крайность это недоабстрагирование, которое ну лапша, в общем, лапшикот, известный нам всем спагетти и есть ну не очень популярное время, мнение, которое тем не менее ну является в общем-то правдой, это то, что лапша лучше вот этих вот огромного количества слоев, потому что чтобы слои переколбасить и сделать с ними чтобы все было нормально, нужно сначала все свои неправильные абстракции превратить в лапшу и только потом все это дело рефакторить и превращать в нормальные слои. А как бы если у нас уже лапша, ну окей, мы сохраняем себе, сокращаем немножко времени и сразу начинаем уже рефакторинг с лапши. Как у нас архитектурные решения лучше документировать. Что мы описываем? Опять же, вот эти вот модули, границы, структуру компонентов это то, что описывается в первую очередь, то есть это компоненты наши сервисы и их коннекторы, то есть это наши интерфейсы, как они взаимодействуют. Плюс очень-очень помогает всегда диаграмма размещения, это физическое распределение компонентов по проектам, по микросервисам, по серверам. Ну и, конечно же, зона ответственности, зона ответственности бизнеса, зона ответственности команд и так далее. Вот с таким описанием уже становится достаточно легко в проект вникнуть и все становится гораздо лучше. То есть какие-то определенные отдельные моменты, алгоритмы и так далее, но здесь существует другая документация и она, в общем-то, не совсем про архитектуру. чем описывать, во-первых, текст. Старый добрый текст, он, ну, в общем-то, заходит лучше всего, если в компании есть там Confluence или какая-то другая Вики, то мы пишем, первое, это как сделано, ну, то есть, опять же, как взаимодействуют слои и так далее, и очень важно описать почему, потому что это вот самое то недоступное знание, которое становится недоступным, если вдруг с архитектором что-то случится. Почему такое решение сделано? Ну, здесь, опять же, пример, это когда новый человек, новый архитектор приходит на проект, смотрит и говорит, ох, какая там гадость вообще, все это дело надо переписать, перефигачивать, и он сходу начинает рубить лес, щепки летят, получается, что он не учитывает весь тот контекст, который был, когда принимались эти решения, и, скорее всего, даже не разбирается в текущем контексте, то есть архитектор, который понимает вообще, что он делает, он обычно достаточно осторожный, то есть сразу не будет все рубить, и он будет сначала разбираться, что у нас правильно, что неправильно, как и так далее. Ну, и, конечно же, UML помогает, особенно если и те, кто пишет его, рисует, и те, кто читает, они как бы его понимают, ну, и простые диаграммы, это тоже классная штука, иногда, ну, UML слишком формален, можно что-нибудь накидать по-простому, есть отличные векторные редакторы, типа Y-CAT, там делать это очень приятно. Как у нас делать можно приложение надежным? Да, хорошим, надежным, чтобы не пришлось делать такие замечания, что для звонка воспользоваться отверткой, или что-то в этом роде. Проблема у нас, как всегда, одна, правим одно, отваливается другое, а здесь стоит не увлекаться don't repeat yourself, про это я уже немножечко говорил, что в разных контекстах у нас получаются разные совершенно use case, и, соответственно, стоит выделять разные границы, разные интерфейсы под каждый из этих use case, тогда у нас пересечения, в общем-то, не будет, даже если сегодня, но, скорее всего, даже код будет копипаснут или там еще что-то такое, то в будущем очень есть большая вероятность, что этот код разойдется в две стороны, но если нет, то вам повезло, если это не случается достаточно длительное время, то don't repeat yourself можно все-таки применить, и получится окей. Избегать стоит неявных зависимостей, то есть это, опять же, использование передачи зависимостей через сеттеры, это опциональные зависимости, внедрение зависимостей через private свойства, допустим, но это вот у нас очень распространено было, когда я еще работал на Яве с Enterprise Edition, и там у нас любили в Spring внедрять как раз зависимости через аннотации в private property, это было немножечко не очень, как я потом уже понял, вот, ну и, конечно же, через PHP, через протаскивать глобальные переменные, через E-Up, и вот это вот все не надо, в том же E-Framework есть нормальная, даже во втором, реализация dependency injection контейнера, и если использовать ее и в конструктор все это дело передавать, получается, в общем-то, очень даже хорошо. Стоит избегать состояния, потому что состояние это штука, которая может нас, ну, подзалипнуть, пример это query, если мы через query builder что-то там делаем и переиспользуем один и тот же query, то может быть, что в одном месте мы его сконфижим, а в другом забудем почистить, и получится, что у нас что-то залипнет, и что-то сработает не так. Если у нас состояния нет, ничего по умолчанию залипнуть не может. Можно, конечно, бороться и мутабельностью, то есть возвращать каждый раз новый объект через клон. Клон операция, кстати, очень дешевая в том же PHP, но лучше всего, конечно, это состояние просто взять и избежать. Конечно же, помогает тестировать. Чем мы больше протестируем, тем у нас меньше будет все разваливаться на продакшене. В тестах все разваливаться будет, все так же, править все равно придется, но мы будем узнавать об этом раньше. Хочется сказать о хороших и плохих тестах. Ключевые места вообще хорошей архитектуры обычно тестировать достаточно легко, и их не должно быть сложно тестировать. Если у вас получилось, что что-то очень сложно тестировать, значит, скорее всего, что-то не так с архитектурой. Это первый звоночек. Тесты стоит засовывать в Continuous Integration, ну и да, архитектура, она всегда зависит от предметной области нужд компании, чем от применяемых фреймворков, библиотек и так далее. Ну и, конечно же, тестовый фреймворк и сами тесты никогда не должны влиять на публичный интерфейс, на ваши контракты и так далее. Тесты, в принципе, не должны лезть внутрь объектов и ковырять какое-то внутреннее состояние, ассертить, сколько раз должен вызваться приватный метод и так далее. Но PHP Unity в том же есть все возможности, чтобы так делать, но делать так не стоит. Как отразить вообще в архитектуре домен? Здесь у нас на помощь приходит домен driven design. Программист как обычно недостаточно знает автоматизированный им процесс, но и бывает, что и сам бизнес недостаточно знает автоматизируемый процесс и вообще как он работает, потому что он бывает слишком большой и есть там во всей компании один человек, который знает это на верхнем уровне и возможно даже не знает, как работают отдельные какие-то отделы и так далее. Автоматизировать нужно все. Вот. А есть человек, который либо знает от и до все-таки, если бизнес не сильно большой, либо есть некий человек, который обычно зовется аналитиком и он же зовется доменным экспертом. Это тот, кто может пойти и узнать, опросить, записать и так далее. Ну и потом к нему соответственно программисты бегают. Что вообще по DDD делается? Это большие богатые на логику проекты, длительность обычно там шести месяцев и так далее. Цель получить архитектуру близко к реальному процессу. То есть, чтобы можно было на одном языке и одними и теми же терминами разговаривать с бизнесом, чтобы те, кто впрыгивает в проект, читали его быстрее, понимали быстрее, ну и соответственно, чтобы задания, которые вам поставят бизнесы, которые, да, они пройдут через продуктов, темлидов и так далее, но они будут написаны теми же самыми терминами. Структурные блоки DDD это value object, это значение, которое может включать в себя другие значения, обычно используется для того, чтобы ввести некие ограничения на значение и сильно меньше валидировать в коде. Entity это сущности, то есть объекты, которые можно идентифицировать, обычно они мапятся на базу, имеют ID и так далее, если взять эти два объекта сравнить, можно определить тот же этот объект или не тот же, но и есть агрегаты, это группа объектов, там есть главный entity, без которого вся группа не имеет смысла, она называется агрегат root, и она транзакционно целостна, то есть при записи всего этого дела в хранилище, там в базу и так далее, либо у нас сохраняется вся группа объектов через транзакцию, либо, соответственно, случается фейл и транзакция откатывается. Да, структурные блоки вот такие, и доменный слой, он в общем-то в идеале должен не зависеть ни от чего, ни от чего вообще. Главный паттерн у нас в DDD это репозитории, где у нас сохраняются чистые объекты, они опять же не загружают, он еще загружает, сохраняет объекты, чаще всего это речь идет про базу данных, это не ActiveRecord, который делает сразу и все, здесь как бы объект отделен и он чистенький. Часто бьют его на command и query, тоже классная фишка, то есть разделяют сразу из репозитория command это то, что пишет, query это соответственно то, что читает, это read, write. Соответственно, когда у нас начинает расходиться чтение и запись, это случается достаточно часто, например, в каталогах мы можем взять тот же ElasticSearch и соответственно чтение все сделать через него, потому что как бы база уже не справляется. Или же мы можем читать не все данные, не все те, которые пишем и так далее. И это классная вообще штука, которая позволяет нам впоследствии меньше в общем-то страдать, потому что рано или поздно если проект выстрелит, это делать придется. Опять же, доменный сервис это то, что используют сущности или там value object, доменные объекты для какой-то полезной работы. Все еще не зависит ни от чего вне домена и скорее всего отражает как раз вот тот самый наш бизнес процесс и то, что мы как раз от доменного эксперта получаем и уясняем. Сервис приложения это то, что предоставляется фреймворком, вот в том же и это компонентс, это можно в них использовать доменный сервис для работы с доменом, но обычно это все взаимодействует через интерфейсы и это как раз конкретика по сохранению там в определенную базу, это конкретика по HTTP соединениям со внешними API-шками, сервисами и так далее. Вот, но и DDD в чистом виде он действительно нужен не так часто, то есть это сложная штука, здесь есть приличный такой оверхед на то, чтобы все поименовать правильно, на то, чтобы выработать термины и так далее. DDD достаточно такая абстрактная штука, то есть здесь мы, ну не знаю, не оперируем терминами, типа там записать в базу, сохранить что-то и так далее, мы здесь оперируем ну как бы другим уровнем и этот уровень он как бы не всегда в проекте даже есть. Плохо натягивается на бедный домен, да, это действительно так, то есть если у нас вся задача проекта это редактировать статьи и записывать их в базу или там вносить клиентов в базу и больше с ними ничего не делать или там что-то еще считать, но все равно очень просто считать, то это получается очень бедный домен, ну который по факту сводится к простому кругу и здесь нам ну DDD не очень нужен. Дима Науменко как-то нарисовал вот такую диаграммку, где написано сложность поддержки, то есть AdHoc это наш типичный как бы подход и здесь получается, что сходу сложность поддержки в DDD она очень сильно очень сильно выше, чем AdHoc проекта, то есть в AdHoc он начинается с нуля, то есть не сложно поддерживать, ну и во время жизни проекта он начинает копить технический долг, копит его, копит, копит, и когда домен уже сильно сложный становится, у нас все начинает не помещаться в нашу голову, начинаются какие-то проблемы с тем, что что-то ломается и так далее, и вот есть некая точка 42, которая для каждого проекта немножко индивидуальна, где домен древний дизайн все-таки побеждает. Опять же, не везде эта точка вообще в принципе достигается, но изучать стоит, вдруг у вас как раз проект тот, который все-таки стрельнет, и какой-то баланс можно будет найти, и в процессе у вас не будет получаться таких интересных, как на картинке, решений. Вот, да, DDD можно перенять частично, то есть там есть очень классные, по крайней мере, тактические паттерны, то есть понятные конкретные методы в том же ActiveRecord работающие, там с инстансом, отдельные модели для форм, сервисы, использование ActiveQuery, обычный там нормальный рефакторинг, именование близкое к доменной проблеме, это все даст вам какой-то профит на проекте, даже если вы DDD не будете следовать очень строго. Ну и главное, да, повторим еще раз все наши пункты. Абстракция это у нас не благо, это вынужденная в общем-то мера, то есть этим мы боремся со сложностью, которая непременно присутствует в наших проектах. Сложность мы вводим, как правило, не сами. Если кто-то в очень простом случае вводит сложность, но это скорее всего не очень хороший архитектор. Если все и так просто, ну зачем здесь усложнять, зачем здесь все эти слои, зачем здесь абстракции и так далее. Если конечно не планируется потом все это дело превратить в достаточно сложный домен. опять же паттерны не архитектура, фреймворк не дает архитектуру и сам тоже не архитектура. Практики паттерны можно применять частично и не по необходимости, так их и нужно применять. Ну и конечно же самое главное это то, что всегда стоит думать. Что почитать? Как ни странно, у Microsoft есть офигенная документация по проектированию архитектуры приложений, слайды потом будут пошарены, по ссылочке можно перейти и все покликать. Это Domain Driven Design Quickly Info.coo там ну в общем-то такие верхние все термины даны там все очень неглубоко понять из этого что-то но можно только частично поэтому есть две оригинальные книги Implementing Domain Driven Design Domain Driven Design Distilled которые собственно объясняют поглубже и получше опять же каталог паттернов Enterprise Application Архитектуры но это классика Clean Архитекта это тоже и конечно же немножечко про Solid на этом у меня все и время вопросов спасибо Саша за отличный доклад тут классический к тебе вопрос я думаю ты даже догадаешься о чем речь и что у тебя спрашивают получится у тебя у меня много могут спрашивать соблюдаем ли мы все эти там практики и так далее во фреймворке и конечно же у меня могут спрашивать когда же релиз именно у тебя спрашивают когда же релиз третьей версии да релиз должен был быть в этом году и я думаю он бы случился если бы не вся вот эта вот тюрьма вызванная всякими разными вирусами вот но вирусы сильно планы подвинули мы решили все-таки не релизить сырые версии и потихонечку мы разбили весь фреймворк на тучу пакетов но отдельные пакеты уже есть с тегами с релизами их становится все больше и больше и больше я подозреваю что тег в общем-то главных пакетов будет последним и это случится относительно тихо потому что к этому времени очень много пакетов будет использоваться уже в других проектах что уже кстати происходит многие уже пользуются здорово это слышать еще у нас были вопросы да у нас есть еще несколько вопросов к примеру вот артем задает вопрос какой стек технологии сейчас востребован для больших веб-проектов можешь ли ты нам ответить здесь очень сильно разница на тему что такое большие веб-проекты то есть проекты бывают разные модно сейчас конечно же делать приложения на у которых на фронте один из больших там джаваскрипт фреймворков которые собираются там веб-паком бабелем и в общем-то все это дело интересно делают отдельная команда фронтендеров на бэкэнде соответственно ну или пичпишка или что-то еще отдает API что там внутри очень сильно зависит от доменной области конечно же классически генерация HTML она никуда не ушла по моему опыту делать вот этот модный стек получается чуть ли не в два раза дороже потому что и фронтендеры и бэкендеры над этим сильно работают есть конечно свои плюсы но если вам нужно прототип запиливать или там ну никогда это пользователям не пойдет это всего лишь админка лучше классического HTML придерживаться вот но есть конечно интересные стеки то есть когда надо молотить данные часто притаскивать начали в пичпиху голенг или раст или еще что-нибудь такое есть такое дело так еще вопросик наши зрители интересуются существуют ли инструменты для генерации диаграмм из скажем PHP кода конечно же да еще когда я учился там в универе и так далее были коммерческие инструменты которые из кода умели строить диаграммы но это не все диаграммы то есть максимум что эта штука может вам построить это диаграмму классов диаграмма классов если ее строить по всему проекту это ну скажем так бесполезная совершенно штука потому что она вам в общем-то ничего не даст ее можно в моменте посмотреть посмотреть какие там паблик методы что там наружу торчит какие объекты вообще есть что-то там поменять но прикладывать ее к диаграммам архитектуры это ну не очень то есть все вот эти вот решения все контракты и так далее их как правило стоит рисовать человеку потому что именно он выделяет что важно что не важно в архитектуре да ясно спасибо большое что касается инструментов на самом деле сейчас тот же PHPStorm он умеет генерить опять же эту самую диаграмму классов и еще умеет генерить диаграмму по сущностям базы данных да спасибо ребят у нас еще если вы хотите еще задать вопрос Саше или предыдущим нашим докладчикам пожалуйста в комментариях сейчас будет дана ссылочка на Zoom вы проходите и мы продолжим наше общение потому что я смотрю у нас вопросы долетают к предыдущим докладчикам к Богдану в том числе поэтому давайте ребят присоединяемся и продолжим наше общение спасибо да что всех в Zoom да Саш а тебе мы еще хотим сказать отдельное спасибо и сказать что наши почтальоны уже на низком старте собираются передавать тебе подарочек жди этот слон в твою коллекцию слонов я вижу тебя там сзади да будет еще один замечательно спасибо огромное да спасибо тебе спасибо тебе ну что ж огромное спасибо друзья за то что были зрителями SyncPHP SyncPHP не заканчивается сейчас мы переходим в Zoom будем отвечать нашим экспертным сообществом на ваши вопросы на каверзные вопросы на обычные вопросы на сложные вопросы на любые вопросы вот поэтому приходите сейчас будет интересно да а после музыкальной паузы в которой мы будем общаться будет начинаться WordPress Meetup поэтому оставайтесь с нами не переключайтесь субтитры субтитры